Всем привет! Меня зовут Любовь, и я буду вам рассказывать про MongoDB. MongoDB — это был мой первый опыт использования нереаляционных баз данных. Упрок вхождения весьма низкий. У них есть очень классный университет, где можно получить какие-то базовые знания по их основным возможностям. Я использую эту базу данных более года, и мне она нравится, поэтому я решила сделать небольшой овервью. Тут не будет ничего в духе Rocket Science. Я просто сделаю обзор и покажу несколько примеров обо мне. Как уже было упомянута, я Python-девелопер, у меня чуть больше шести лет опыта. В основном я занимаюсь бэкэнд-разработкой, в частности, API-шки на разных фреймворках, таких как Django, Tornado, Flask. Есть опыт с фронт-эндом, но в своей жизни я бы превошла все-таки бэкэнд. Сегодня мы с вами поговорим о том, что же такое MongoDB, как подружить его с Python, небольшой обзор aggregation-фреймворка, примеры, и в конце устроим сессию с вопросами и ответами. Так что, если по мере презентации у вас будут возникать вопросы, попрошу вас их записывать, чтобы обсудить это в самом конце. Что же такое MongoDB? Согласно самым популярным определениям в интернете, это нерелационная документоориентированная база данных. Также я бы хотела подчеркнуть такие возможности, как репликация данных, которые позволяют обеспечить более сильную отказоустойчивость посредством хранения данных на различных серверах и актуализируя их между собой автоматически. Также есть возможность шардинга, это подход к горизонтальному масштабированию, когда мы разделяем базу по какому-либо признаку и храним на физически разных базах других. Как выглядит документ MongoDB? Он очень похож на JSON, на этот формат называется Bison, это бинарный JSON, где в качестве ключа у нас выступает страйка, а в качестве значения может быть фактически любой другой тип данных, в том числе и другие документы с максимальной вложенностью до сотого уровня. Давайте это немножко проиллюстрируем. Например, у нас есть коллекция, это аналог таблицы в Mongo, это называется коллекция, коллекция, которая описывает какую-то информацию о персонах. Нам не обязательно соблюдать четкую схему даже в рамках одной коллекции. Мы можем хранить абсолютно разные элементы. Как же подружить MongoDB и Python? Есть два популярных подхода, первый из которых это MongoEngine, это Orem, каунчлинг, похожая на джангл Орем, и второй, который предлагается даже на официальном сайте Mongo, это PyMongo. Это что-то вроде драйвера, который позволяет использовать родные команды MongoDB и манипулировать с ним. В своей практике я использовал именно PyMongo, поэтому примеры буду тоже с его синтезом показывать. Немножко о крутых операциях. Есть возможность выполнять все из них как для одного объекта, так и для нескольких экземпляров. Также есть такая удобная информация, как замена полностью документа, за исключением его ID-шника. Мы можем заменять объекты на абсолютно разные, не схожие до этого, и все будет работать хорошо. Также богатая и удобная обычная выборка с фильтрацией, где мы можем задавать точное совпадение, либо какие-либо условия или ренджи. Работа со списками достаточно комфортная, когда мы можем выбирать, допустим, цвета. Это является список вложенный, и мы выберем элементы, где хотя бы раз включается черный. Либо мы можем задавать условия для вложенного в список, что нам нужно все три элемента, либо даже добавить дополнительные условия по ограничению на размер и получать только те палитры, у которых есть черный, розовый и голубой цвета. Еще удобная возможность — это выполнение множественных операций, где мы можем записать различного вида инструкции, вставку, изменение, удаление, добавить это все в список и выполнить за фактически один запрос. Например, если база у нас находится на другом хосте, нам нужно выполнить какое-то количество инструкций, то, выполняя их поочередно, мы потратим достаточно много времени, и это выглядит неэффективно. Если же мы запишем эти же инструкции с помощью операций и объединим это в один массив, то мы существенно сэкономим время на выполнение. Мы подошли к фреймворку агрегации, и согласно официальному определению, это нечто не особо понимаемое и скучное. Мне проще понимать, что такое агрегация через концепт пайплайнов, где пайплайн некий конвейер, который выполняет какого-либо робота при образовании, и по итогу мы получаем либо выборку документов, либо вносим изменения прямо в вопрос. На данном примере мы можем проиллюстрировать это таким образом, что на входе у нас есть какое-то количество геометрических фигур. стадия матч отфильтрует их, оставив только кружочки. С помощью стадии project мы можем выкинуть ненужные для нас поля и оставить что-то похожее на бублики. С помощью стадии группировки мы их объединим по световому признаку, и в финальной стадии у нас будет мерч, который запишет результаты в вазу. Пайпланы я буду строить с помощью MongoDB Компаса. Это очень мощный и удобный графический клиент для администрирования, который в дополнение к тому, что помогает разобраться с агрегацией, дает возможность также визуализировать данные, что очевидно, выполнять все крутые операции, проводить анализ схемы как для одного документа, так и для всей коллекции, либо же и автонизировать запросы. Для сегодняшнего демо я подготовила базу данных, которая будет содержать в себе три коллекции. коллекцию авторов, коллекцию статей, которая связана с коллекцией авторов, и коллекцию издательств, которая связана со статями. И первый наш пример — это получить топ-5 авторов с как минимум 500 публикациями. Вам видно мой компас? Что же мы делаем? Мы идем в коллекцию авторов, переходим на вкладочку агрегации и начинаем строить наш поплайн. Так как нам нужно получить информацию о статьях, мы будем объединять таблицу авторов и таблицу статей через эдишник. У нас есть стадия lookup, где в качестве первого элемента мы пишем им коллекции, с которой нам нужно объединить. Указываем локальное поле, на основе которого будет проходить объединение. Указываем соответствующее ему поле в коллекции, с которой мы объединяем. И имя для результирующего поля. Ладно, допустим, так. Таким образом мы для каждого автора вытянули статьи, которые он написал. Мы можем, так как у нас автор-эдди повторяется с тем, что у нас имеется уже в этом объекте, с помощью статьи project его убрать. Для этого нужно передать указатель 0, что означает, что нам не нужно включать это поле в нашу выборку. Вот, мы его снесли. Мы выбрали все статьи для авторов. Теперь нам нужно посчитать, сколько у каждого из них имеется публикаций. Добавляем новое поле, которое назовем количество статей. И просто возьмем размер этого массива. Есть. Нам нужно отфильтровать и получить только тех авторов, у которых более 500 имеется публикаций. Поэтому мы делаем, применяем стадию match и задаем условие, что количество статей должно быть больше или равно 500. Далее нам нужно отфильтровать их по обуванию. Для этого мы передаем модификатор минус 1. И чтобы получить топ-5, просто задаем лимит в 5. Все верно, в нашу выборку попали только те авторы, у которых более 500 статей. Я надеюсь, у вас появился второй пример, где мы будем получать статистику по годам, сколько издательствами было выпущено в различных публикациях. Теперь нам понадобится коллекция издательств, где первым делом нам нужно, так как у нас хранятся ссылки на статьи в виде массива, их распределить таким образом, чтобы в одном объекте была одна ссылка. Для этого используется оператор Unwind. Мы указываем, какой массив нам нужно раскинуть. Есть возможность задавать индексы этим элементам и разрешить использование этого оператора для пустых массивов. Нам это не понадобится. Вот. Таким образом у нас ID-шник нашего издательства все тот же, но при этом у нас имеется уникальный ID-шник статьи. Нам нужно сделать объединение с коллекцией статей. Очень похоже на предыдущий пример. MongoDB результаты объединения записывают в массив. Если мы хотим выкинуть этот объект на более верхний уровень, мы можем воспользоваться стадией project, где мы переопределим объект статьи. И по этому же ключу мы запишем первый элемент массива. Все верно, все верно. Давайте, наверное, это сделаем ми-проектом, чтобы у нас не удалились другие поля через Z-Field. Да. Дальше можем приступить к группировке, где у нас будет использоваться составной ключ. Нам нужно сгруппировать нашу выборку по ID-шнику издательства и по дате в публикации. МонгоDB дает несколько возможностей работы с датами. Мы можем указать, по какому промежутку будет происходить группировка с помощью операции указания через год. И далее мы будем просто считать количество этих публикаций. Для аккумулятора мы используем сумму и каждый раз при группировке добавляем единицу. Получается, что у Atkins Press за 2020 год имеется три публикации, у Factor Image Relate 14. Мы можем также использовать другие аккумуляторные выражения. Например, если мы хотим получить тайтлы для статей, мы будем использовать оператор Push, который будет в массив добавлять собственно тайтл от статьи. Если мы хотим не вслепую добавлять, а делать добавление только уникальных элементов, например, мы можем собирать всех авторов и для этого использовать модификатор AddToSet. здесь у нас имеется 117 тайтлов, но при этом всего 59 авторов. И последний пример, который я бы хотела показать, это возможность объединения пайплайнов, которые работают с одной коллекцией, в один. Нам нужно для первого пайплайна получить 10 статей для каждого автора. Мы можем просто сгруппировать по ID-шнику автора. И со статьи оставить, например, только тайтл, дату и контент. Продолжение следует... Теперь мы имеем массив статей, которые содержат в себе, собственно, тайтл, дату и контент. Далее, чтобы ограничить его и получить всего лишь 10 статьей, мы можем переопределить наше поле статьи и сохранить в нем только срез. Монго есть оперативный слайд, который этим занимается, который принимается на входе массив, который мы будем срезать, и количество элементов, которые нам нужно стать в итоге. Теперь у нас в каждом объекте содержится по 10 элементов. Второй pipeline будет выполнять абсолютно глупую задачу, считать время с тех пор, как была опубликована та или иная статья. Нам также понадобится коллекция статей. И мы добавим поле, которое будет называться Дата современной публикации. Нам нужно от текущего момента отнять дату, которая указана в документе. Для этого можем использовать оператор сабтракт, который принимает на входе, откуда мы будем вычитать и что. Результаты указаны в миллисекундах, поэтому мы можем их перевести в дни посредством деления. Так, мне кажется, я напутала со скобочками. Так. Есть. Поделив на тысячу, мы получаем секунды. Таким образом мы получим минуты, часы и дни. И для первой публикации у нас прошло чуть больше 40 дней с момента ее создания. И для того, чтобы объединить несколько пайплайнов воедино, нужно использовать стадию фасет. Где в качестве первого, в качестве ключа передается название массива для output, а в качестве значения, собственно, сами пайплайны. То есть у нас первая стадия будет называться RandomTemp. И сюда мы зададим первый пайплайн. И результаты совпадают с результатами нашего первого пайплайна. Таким же образом добавим второй. Добавляем второй пайплайн. Операция тяжеловесная, поэтому давайте зададим ограничения. Будем это выполнять для тысячи элементов. И результаты этого пайплайна также схож с тем, что у нас было в автовой вкладке. Собственно, на этом и все. Самое время задать вопросы, если у вас какие-то имеются. Спасибо, Любовь, за презентацию. Хотел вопрос задать. Ты не использовала MapReduce? То есть есть же как бы в Монге еще такая функциональность, помимо пайплайна. Довелось ли тебя использовать? Может, там какие-то особенности? Ну, концепт MapReduce, понятное дело, везде один. Какие-то, может, особенности, если использовала. Есть в Монге. В подготовке, извините, что перебываю к презентации. Я читала, что Монга очень гордится этой возможностью. Но мне не доводилось подобного использовать, так как нуждами проекта, где я познакомился с Монгодиби, это не было. Ясненько. Ну, ладно. Спасибо. Не за что. Если вопросов больше нет, или если они появятся, вы можете загуглить, я уверена, что ответы есть, либо написать мне по указанным контентам. И благодарна всем, что были здесь. Спасибо. 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 Спасибо.